Всем привет! Меня зовут Наталья и сегодня у нас с вами пустые банки. Это сентябрь месяц, уже осень и тут у меня накопилось достаточно и не хочется уже как бы чтобы моя коробочка переполнялась, поэтому показываю. Даже чуть-чуть у меня тут помимо этой коробки есть еще одна большая банка. Ну так ладно, все по порядку. Начнем с еды. У меня закончился, точнее его переложила в другую, как это сказать, в другое место хранения. Вот такой вот гречишный чайный напиток. Я его обожаю. Не знаю покажу я или нет. Продается это в подружке, может быть еще где-то на маркетплейсах, но это очень крутая вещь. Вот реально классный. Значит здесь у нас 10 пакетов, но одного пакетика хватает на 3-4 заваривания. Можно в чайник заваривать. Что здесь классно? То, что это без кофеина, то что это детокс натуральный, без гемо, это чисто гречиха. То есть просто семена гречихи, которые очень полезны. Вот семена татарской гречихи написано у нас. Которые очень полезны по своим свойствам. И это реально круто успокаивает меня лично. Это очень вкусно. Не нужен никакой дополнительно там что-то сладкое к этому чаю, потому что он прям сам по себе такой молочно-сладковатый какой-то вкус. Очень круто. Если вы не пробовали, попробуйте. Я хочу теперь взять какие-то другие формы, так скажем, не в пакетике, а может быть еще что-то как-то. Посмотрю, что бывает. И гречишный шоколад вот из этой тоже линейки Nature's Factory, ну если я правильно произношу, тоже очень крутые. Так, еще у меня закончился вот такой вот чай. Это тайский чай. Чай лимонад. Он синего цвета. Покупала в фамилии 149 рублей. Вот тут даже цена осталась. Очень интересный продукт. Если вам хочется чего-нибудь необычного, то я вам рекомендую. Здесь у нас в составе идет, смотрите, так-так-так. Тайская орхидея, которая обладает мягким успокаивающим действием, что особенно актуально в связи с высоким тратататом. Короче, витамины В, С, Д, Е, К, железо, фосфор, марганец. Очень круто. Это просто нереально, во-первых, вкусно, во-вторых, красиво. Если захотите удивить своих гостей, то это прям реально классно. И в чем еще фишечка вот этого продукта, то что, если вы хотите, вы можете сделать лимонад для этого. То есть так он, чай прям синий-синий такой насыщенный цвет. Если туда добавить лимон, я еще добавляю мяту, он становится такого нереально фиолетового цвета, прям вот фиолетовый. Очень крутой. И это классно смотрится в бокальчике каком-то там со льдом. Это прям вот освежает, это бодрит. В плане не бодрит, бодрит. Успокаивает, да? Но это очень круто как бы влиять на вашу вообще нервную систему. Мне зашло прям на ура. Есть у меня еще такой один или два уже, я уже не помню. Короче, я их набрала. Я забрала все в своей ближайшей фамилии. Так, дальше что у меня? По еде, по еде. Ну, если еще что-то попадется, я покажу. Так, закончилось. Точнее, я перелила в большой дозатор вот такой гель для мантия посуды. Ничего так нормального, знаете, за свою цену. В принципе, вообще очень даже. Пахнет приятно таким нежным цитрусовым каким-то что-то. Ну, это не как фейрихимозно, это более приятно. И мне реально, ну, зашло. Написано, что нет фосфатов фосфонатов. Ну, как бы тут уже, я не знаю, стоило бюджетно, заказывала в подружке. Так, из-за такого еще что у меня? А, вот еда. Вот такие конфетки я брала тоже в подружке. Это они без сахара. Есть такие же еще, просто молочные. Тут 10 штучек. На одну конфетку приходится у нас 63 калории. Это нормально. Если вы вот не любите обжираться, извините, да, одну конфетку с чашечкой какого-нибудь чаечка, очень даже, или с кофеечком. Мне зашло тоже, но, как бы, я брала, так как у меня скидки были хорошие в этом месяце, и я, не знаю, по полной цене брать-не брать, 200 с чем-то они там рублей за 10 штучек, ну, такое, да. Не любителям ни сладкого, то есть, где вот заменитель есть вот этого сахара, не очень понравилось, так скажем. Вот, лучше как бы, ну, это вообще люди, которых сложно переубедить в чем-то. Ладно, так, проехали. Мне зашло? Так, дальше что? Маски тканевые. Гарниер. Гарниер, гарниер. Я решила их подобивать. У них подходил срок годности. Две вот такие черные, две вот такие вот с экстрактом граната и гиалуроновой кислотой. А это у нас с очищающим углем. Ой, очищающие с углем, короче. Маски классные от Гарниер. Я уже говорила не раз. Мне реально заходят они, потому что хорошая лекала, хорошая пропитка. Много, много вообще сыворотки в составе. И она прям вот, ну, отлично лежит. И после нее такое ощущение хорошее, что после черной, что после этой. После черной немножко по... стянутей, так скажем, да. А вот после вот этой увлажнялки, я вот сегодня буквально ее делала, мне прям вообще супер зашло. И на шею, и везде потом... Короче, маски классные, реально. Если брать на каких-то скидках, акциях, вообще скидок просто. Так, а вот по еде еще. Вот такую штуку я выкидываю. Это у нас гречневое сухое молоко. Едим с пользой. Я забрала тоже фамилию. Мне не понравилось, не рекомендую. Простояло. Оно какое-то комочками, оно невкусное. Я вообще пью не молоко. То есть я не пью молочное. Вот. А тут решила вот попробовать в таком сухом виде. Ну, не понравилось мне вообще. Не знаю, если вдруг пробовали. Если вам зашло, может быть, как-то вы по-другому делаете. Я просто брала там, растворяла нужное количество, специальным капучинатором взбивала. Но как-то не очень. Не знаю. Так. Дальше. Что-то у меня много столько еды. Вот такие дрожжи я обожаю просто. Мне хватает на очень долго. У меня валяются они в сумке, я не знаю, месяца два-три, наверное. Потому что их тут много в упаковочке. Их, наверное, там штук, я не знаю, тут вообще написано. Ну, прям много, реально. И они с разными вкусами. Есть этот вот арбузный. Очень классный. Мне нравятся. Они без сахара. И как освежалочка. Какое-то такое, что-нибудь, так скажем, чтобы там не тошнило в транспорте или что-то еще. Вот просто вот освежится. Очень классно. Разные я пробовала вкусы. Арбузная мне понравилась. Персик мне не понравился. У персика химозный какой-то привкус. Вот эти прям хороши. Так. По еде все, что ли? Или что-то еще? По еде, да, все. Слава Богу. Так. Вот такую покажу вам вещь. Это хозяйственная. История у нас. Фрау Шмид. Анти-наки для чайников кофеварк. Я почистила чайник. У меня оставалась одна таблетка. Я даже забыла про нее. Валялась она. Почистила чайник. Реально вот все, как по инструкции, если сделать, реально будет у вас чистый, блестящий чайник. У меня прям вот такой. То есть он реально очищается. У меня наки бывает, если лью воду не из фильтра, а из крана сразу. Вообще у нас в Сочи хорошая вкусная вода. Мы здесь не покупаем воду. По крайней мере я. Вот, пользуюсь обычным фильтром, который кувшин. Вот, но в чайник иногда могу налить сразу из крана. Но как бы редко делаю, но так получается. Так, и накипь вот из-за этого появляется. Короче, вот эта вещь справляется. Но лимонная кислота, обычная, справляется ничуть не хуже. Поэтому не буду больше брать, просто вам показала. Так, дальше. Из летнего. Вот такой у меня закончился сам лук. Точнее, не закончился. Я перевела там буквально вот так вот осталось в маленький пузыречек. Я хожу с ним на пляж, мне так удобнее. У нас еще середина тут сентября и еще загораем. То есть как бы еще можно покупаться в лучиках тепла. Море 25 градусов и как бы в принципе скупаться можно. Но уже такой ветерок не очень, так скажем, приятно. Бывает к вечеру, если. Но днем вообще супер. В общем, про масло. Масло классное. Извините. Масло классное, хорошее. На него очень хорошо ложится загар. Оно в меру такое не слишком липкое. Ничем не хуже от Гарниер, который я всегда брала. Какой-то там тоже без SPF практически. Забыла я, как оно называлось. Ну, в общем, ничем не хуже. Сам лук. Это личный бренд подружки. Мне нравится. Зашло. Удобный спрей. Вот эта пшикалка. Короче, хорошо. Так, вот такой вот у меня закончился скраб для тела. Это как бы ну, где для душа скраб все вместе. Он у меня очень долго стоял. Он такую густую формулу имеет. Тягучий. Очень приятно. Пахнет чем-то овсяненько-молочным таким. Слегка сладковатым. Мне понравился, в принципе. Единственное, тут вот поломалась крышечка. И, ну, в принципе, продукт весь как бы выходил. Ну, вот чуть-чуть осталось. Мелкие скрабирующие частички. Они такие нераздражающие. Хорошо скрабируют. Я, в принципе, даже на руки просто использовала. То есть, мне понравилось. Реально хороший продукт. Если по возможности где-то когда-то чего-нибудь, может быть, буду брать. Рекомендую. А вот этот вот дезодорант сухость пудры от Рексона. Был он в подарок. Когда-то шел тоже за покупки в подружке, по-моему. Вообще мне не понравился. Я не знаю. Причем у меня был, по-моему, такого формата дезик уже. Но тут я поняла, что он не справляется. Я прям, извините, замокрела в самых тех местах. В подмышках, короче. Ну, так, да. Как уже мы тут все свои. Прям, причем не в жару. Я была, честно, прям в шоке. Вот. Я была не на работе. То есть я просто как-то чего-то прям не сильно ошибка и там утруждалась. Просто вот он не справляется. Поэтому я его доиспользовала, добила. Так, когда там что-то где-то выйти. Не советую. Не знаю, почему так. Так. От Эльсеф. Вот такое вот масло. Лореаль. У меня осталось еще чуть-чуть. Я его добью. Уже выкину со спокойной душой. В принципе, оно мне всегда нравилось. Я с удовольствием им всегда пользовалась. Но сейчас хочу попробовать перейти на кремовые продукты. Уже оценила даже открывание новых банок. Там взяла в уход кремовые продукты от Вольтаж. Еще не пробовала. Ну, вот посмотрим, как у меня поменяется структура волос, если буду использовать не масло, а какую-то другую консистенцию. В принципе, масло неплохо справдалось именно с кончиками. То есть оно их увлажняло. Но на следующий день или к вечеру могло подсушивать. Но не так критично, как некоторые другие. То есть вот это вот где-то в середине моего рейтинга, так скажем, масел для волос. Хорошее, но не самое лучшее, но прям хорошее. Четверочка такая твердая. Так, вот такой продукт для волос у меня от Морфоз, наверное, или Морфозе. Короче, это я брала в Золотом Яблоке. Они уже продаются в подружке тоже. Пахнет, как Дольче Милк. У меня был шоколадный гель для душа. Вот прям один в один. Это такая, просто как спрей-кондиционер, такая пшикалка. Так, сейчас вот мы почитаем. Несмываемый двухфазный кондиционер для волос с молочными протеинами. Мне понравилось. Вы знаете, прям хороший продукт. Еще вот то, что удобная такая упаковочка, если брать куда-то с собой. Очень классно. Мне зашло. Я не знаю, есть ли они у них в больших объемах или нет, но бренд в целом вот этот, сейчас я еще маску вам покажу, в целом мне зашел. Маска, да, кстати, сразу, да, вот такая с кератином. У нее такой достаточно немаленький, а, мне 250 миллилитров, это просто банка кажется объемной. Вот так она выглядела примерно, что-то тут осталось. Слышим, обычная маска. Очень вкусно пахло. Вот прям пахнет, знаете, ягодками, чем-то вот таким вот смузи ягодным, я бы сказала. Очень-очень прям приятно. И что у нас тут пишет? Маска для сильно поврежденных волос с кератином Morphos. Ну, сильно прям поврежденные волосы, наверное, не восстановит. На постоянное использование для вот волос, как у меня, подубитых, так скажем, нормально. То есть, не прям супер-пупер, но нормальная такая рабочая, обычная маска. За цену, конечно, в 500 там с чем-то рублей возможно нет, есть продукты дешевле. Ну, желание повторить не возникло, но приятное. Если будет на скидке, допустим, там рублей за 250 условно, да, то возможно возьму из-за запаха. Очень классный запах. Ну, в принципе, рабочий. Короче, я думаю, вы поняли. Так, вот такое средство у меня для интимной гигиены продается вообще в моем магазине. У меня магазин, в котором я работаю, это вообще такое хозяйственное, так скажем, там все подряд, в общем, там и стекло, и текстиль, и там 1200 квадратов у нас всякого разного. Это на прикасовой зоне обычный гель для интимки. Мне зашел PH45, ну, классный, что сказать, он стоит вообще что-то там 160 рублей где-то примерно. и мне понравился. Реально помпа, удобно, все хорошо, все замечательно. Не обязательно покупать там супер-пупер лактоциды, которые сейчас стоят вообще, я не знаю, как крыло самолета. Так, крем для ног 100 рецептов красоты. Тоже та история, то, что продается в пятерочке в обычной. Я его брала как-то лет там цать назад прямо на постоянке. Он мне очень нравился, смягчающий. Просто тут схватила, что-то увидела, вспомнила, захотелось. Очень приятно пахнет для тех, кто любит, как пахнет тыква. Ну, прям не сильное, конечно, будет у вас смягчение и увлажнение. Это просто такой среднячок, но можно за там те копейки, которым стоит, вполне себе. Так, закончился у меня вот такой бальзам для губ металлатум. Блин, как это правильно? Вот так. Короче, тут все затерлось, потерлось. Очень классный. Я вот уже прям его выковыривала. Вот реально, то есть вот так. Он прям ментоловый. Он очень хорошо смягчает, он очень хорошо напитывает, где-то какие-то даже ранки заживляет. И мне нравятся ментоловые бальзамы. Всякие и пламперы используют летом. Это прям освежает. Очень классно. У вас как бы эффект такого свежего как бы дыхания. Я не знаю, как это правильно назвать. Но в общем, это освежает реально вот такие бальзамы. Я бы повторила, если бы мне не было миллиард бальзамов. Ну, да ладно. Так, отпоем. Вот такая вот мицеллярная водичка. У меня уже подходит она к концу, прям чуть-чуть на один раз. Мне показалось, что, возможно, это не она, но мне показалось, что от нее у меня какое-то пощипывание было. Очень странно, потому что я знаю, что Паё вообще очень крутой бренд в плане всяких вот этих вот, ну, не должно быть от него каких-то там моментов, но вот так вот. Короче, смывает в принципе неплохо, не хуже, чем все остальное. Обычная мицеллярка попробовала, хорошо, но повторять желание, вот, ну, не повторять, а брать большой объем я как-то не захотелось мне. Так, вот такая маска у меня закончилась ночная для лица. Это моя любимейшая маска от Апью с чайным деревом и с чем-то она еще, с базиликом, нет, не помню уже, с чем-то еще, а, розмарином. Пахнет нереально вкусно, но для любителей, опять же, розмарина и чайного дерева, она такая гелевая, сейчас я вам покажу, так вот, гелевую консистенцию имеет на проблемную кожу, если вас обсыпало, если вы себе расковыряли ричико, если у вас что-то, прям какой-то, извините, трэш, вот это супер продукт. Я просто беру, допустим, очень я люблю, я много раз рассказывала, очень люблю использовать ее совместно с какими-то кислотными сыворотками, очень классно работает, то есть, когда прям проблемное лицо, вы берете, например, как вариант, озолик, да, мазь, и сверху для увлажнения, для того, чтобы у вас не пересохло лицо, потому что озолик очень сильно сушит лицо, вот эту вот маску на ночь, с утра вы проснетесь конфетой, реально, у вас, во-первых, эта озолика подсушится все, от этого у вас тоже как бы будет эффект вот этого покраснения, снятия покраснения, да, если оно есть, и плюс это будет увлажнение, и она еще как бы охлаждающая, вот эта гелевая консистенция, она дает вот этот эффект такого холеного лица, я не знаю, вот оно стоит, но реально недорого, попробуйте, если вы еще не пробовали, я очень советую, мне она из всех вот этих масочек очень нравится, у меня всегда есть в запасе, сейчас последнюю отдала в посылку путешественницу девочкам, кто не знает, смотрите обязательно, у меня на канале есть, мы сейчас в проекте, участвую я с мировой такой историей, как бы путешествовать посылку у нас по Европе, сейчас по России уже, и очень классно там у нас мы обменивались продуктами, в общем, посмотрите, оставлю ссылку, если не забуду, и вот я даже девочкам отправляла, потому что это реально мой любимейший продукт, эта маска, и я себе, наверное, сейчас пойду возьму парочку в запас, пока у меня скидка опять же хорошая, так, еще, что у меня закончилось, вот такая вот, что это, бальзам, блеск, как его назвать, короче, это плампер от Катрис, очень, опять же, та же история, что он охлаждает, круто, и этот плампер, реально, я как-то на работе, я на работе, у меня прям стоит он в стаканчике, который, знаете, канцелярские вот эти стаканчики, он у меня там стоит, я как бы там делала, не делала, когда подхожу, вспоминаю про него, сейчас даже говорю с вами, мажу, мне нравится очень, вот, и мне девочка одна, из моих там сотрудниц, говорит, ой, говорит, ты губы наколола, я говорю, нет, она говорит, такое ощущение, что наколола губы, вот, то есть даже вот такой, я получила комплимент один раз, классные вот эти вот пламперы, я взяла себе блески, вот такие, еще, наверное, два или три, я уже не помню, в общем, они у меня есть в запасе, потому что они были на скидках, еще видео, я это не выставляла, может быть, возможно, оно уже и будет, я просто снимаю, могу через месяц выставить, вот так вот у меня это происходит, короче, крутые, так, вот такая вещь у меня засохла, это пинг-ап, три в одном, база, топ и верхнее покрытие, ну вот, вот так, такая вот история приключилась, ну да ладно, у меня такой же есть розовый, относила его на ногах три недели, вообще класс, мне понравилось, сделала сама себе, и супер, вообще, намазали три слоя, сделали, просушили в лампе, без липкого слоя, без всего, но я все равно сюда снимаю, как бы на всякий случай, вот, супер продукт, мне зашло, так что рекомендую, можете пробовать, и последнее, что у меня, а нет, не последнее, еще вот это, у меня есть, это урьяж, сыворотка, попадалась мне в каком-то, где-то в каком-то боксе, сыворотка для проблемной кожи, она прям, знаете, такая пощипывает даже, и очень мне понравилось, мне прям реально, вот, да, вот я использовала эту сыворотку, сверху, вот этот вот, вот эту маску, тоже вот в паре, мне прям зашло, я бы взяла бы, эту сыворотку, на постоянку себе, куда-то, но сейчас у меня их просто миллион, поэтому мне надо все использовать, не забыть, что она вот очень классная, очень мне понравилась, именно на проблемы, то есть, когда были высыпания какие-то, эта сыворотка помогала мне убирать, она, еще раз повторюсь, слегка пощипывает, подсушивает, но в паре с каким-то классным увлажнением, она будет работать просто на ура, урьяш, меня порадовали, как обычно, очередной раз, так, и вот такую покажу вам маску обертывания, это грязевое водорослевое обертывание, профессиональная линейка, леколь, если я правильно произношу, я работала в спа-центре, и была возможность у меня заказывать такие вот вещи, маска очень жгучая, очень прям, сначала не ощущается, минут через 15 начинает печь, это под пленку, она прям, вы смываете, она печет, вы ее даже уже смыли, забыли, она все равно дает о себе знать, это вещь, которую, если вы как бы любите такое, то это вам зайдет, состав в принципе неплохой, ну, как сказать, что она там прям супер как-то работает, подтягивает, я такого не скажу, в комплексе, если вы будете выполнять какие-то там физические упражнения, если вы будете просто худеть, и для того, чтобы ваша кожа не провисала, как бы как-то подтягивалась, то вот эти вещи, они конечно работают, в принципе могу рекомендовать, и стоит она, ну, если брать в таких вот объемах, она будет конечно по бюджетнее выходить, чем брать всякие маленькие там форматики, которые хватит там на 2-3 раза условно, все, спасибо большое за внимание, это вы смотрели до конца, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите обязательно комментарии, пообщаемся, поболтаем, пообсуждаем, порассуждаем, все, пока-пока!